Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Сейчас мы открыли прямой ход. Можно доехать на машине, пройти пешком. Современная, хорошая пешеходная тротуар, освещенный. Проспект Гагарина и улицу «Инициативная» соединила новая дорога. Всегда важна подготовка к зиме, проверка всего оборудования, опрессовка сетей. Вот эта котельная сдана на 100%. Котельные округа готовы к зиме. Автобус укомплектован генератором дыма для имитации задавления салона. Также различными видеоматериалами. Единственный в России автобус-тренажер приехал в Люберцы. Мне такого результата удалось добиться благодаря тренировкам. Надо хорошо ослушать тренера. И благодаря родителям, которые меня привели и поддерживали. Люберецкие спортсмены привезли высокие награды. А теперь обо всем подробнее. Еще один долгожданный проект в сфере строительства дорог. По просьбам жителей городского округа Люберцы появился новый участок для автомобилистов и пешеходов, который соединил проспект Гагарина и улицу Инициативная. На открытии долгожданного объекта работали мои коллеги. Протяженность дороги всего 540 метров. Но она решила главную проблему жителей микрорайона Красная Горка. Раньше, чтобы добраться до станции Люберцы 1, им требовалось полчаса. Сейчас этот путь займет считанные минуты. Открытие этой дороги жители ждали еще с момента заселения в новый микрорайон. В прошлом году они обратились к депутату Госдумы Роману Терешкову с просьбой решить этот вопрос. И уже этим летом работы стартовали. Сейчас мы открыли прямой ход. Можно доехать на машине и пройти пешком. Современный хороший пешеходный тротуар, освещенный. Мы то, что обещали, и тот наказ, который был дан депутатскому корпусу, и мне лично вместе с администрацией городского округа Люберцы мы выполнили, как и говорили, к завершению 2023 года мы эту дорогу построим и откроем. Жители Красной Горки обсудили с представителями власти дальнейшее развитие микрорайона. Среди пожеланий строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и обустройства специальных площадок для выгула домашних животных. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Осень вступает в свои права. Для наступления холодов остаётся совсем немного. Насколько Люберцы готовы к наступлению отопительного сезона, расскажем прямо сейчас. Сбоев нет, котельная работает в штатном режиме, температурный режим согласно графика. Эта котельная на проспекте Гагарина введена в эксплуатацию 10 лет назад. Её тепловая мощность позволяет бесперебойно обслуживать все 60 многоквартирных домов и 16 объектов социальной инфраструктуры микрорайона Красная Горка. К предстоящему отопительному сезону ресурсоснабжающая организация готова. Котельная полностью автоматизирована, поэтому диспетчеризация налажена. На пульте управления оператор всё видит, абсолютно все процессы. И управляет с пульта. Всегда важна подготовка к зиме, проверка всего оборудования, опрессовка сетей. Вот эта котельная сдана на 100%. В рамках подготовки к отопительному сезону по всем котельным объектам, по объектам водоснабжения у нас проводились выезды в течение всего летнего периода. Зиму нам нужно пройти в тёплых, комфортных условиях в своих домах. По результатам проверок Люберецких котельных, городской округ к началу отопительного сезона полностью готов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Единственный в России автобус-тренажёр, с помощью которого дети учатся основам безопасности дорожного движения, приехал в городской округ Люберцы. Инспекторы ГИБДД провели в нём уроки для школьников. В учебном классе на колёсах побывали и мои коллеги. До щелчка давай. Первым делом правильно пристегнуться и только потом начинать поездку. В этом автобусе всё устроено так, что ребёнку можно наглядно объяснить правила безопасности в общественном транспорте и даже сымитировать толчок при ДТП. Нельзя отвлекать водителя разговорами. У этого автобуса-тренажёра нет аналогов. Он единственный в России и ближайших странах. Курсируя по разным городам и регионам, доехал до Люберец. Припарковался передвижной учебный класс у инженерно-технологического лицея. Автобус укомплектован генератором дыма для имитации задавления салона. Также различными видеоматериалами, мультфильмами. Практическое занятие по правилам дорожного движения инспекторы ГИБДД провели для учащихся начальных и средних классов. Всего в автобусе-тренажёре побывали 540 детей. В конце августа «Росмолодёжь» объявила о старте второго сезона заочного грантового конкурса. В поддержку этого проекта в разных регионах России проходят грантовые завтраки. Амбассадоры конкурса помогают желающим оформить проектную заявку и повысить свои шансы на получение субсидий. Подобная встреча прошла и в городском округе Люберцы. Как грамотно оформить заявку на участие в конкурсе, как выстроить командную работу при создании и реализации проекта и как его масштабировать? Ответы на эти и другие вопросы соискатели грантов получили от опытных экспертов, которые уже получили поддержку своих инициатив и готовы поделиться опытом. Мы максимально старались собрать тех участников, которые не только заинтересованы в такой деятельности, не только хотят привлечь дополнительное финансирование к своим инициативам и идеям, но и которые в первую очередь сейчас во втором сезоне конкурса «Росмолодёжь. Гранты» будут подавать свои проекты до 24 сентября. И мы, конечно же, хотим со стороны администрации еще раз сказать, что мы готовы абсолютно любую помощь оказать ребятам, вплоть до какой-то информационной поддержки, административной поддержки, технической. Один из амбассадоров конкурса «Росмолодёжи» Юрий Николенко в этом году получил уже четвертую субсидию. Его проект направлен на популяризацию донорства «Косного мозга». В рамках этого проекта мы реализовывали, информировали и включали в регистр всех желающих в возрасте от 18 до 35 лет. Собственно, эту мысль получилось донести дирекции форумной компании «Росмолодёжь». И получилось интегрироваться. И вот в этом году мы взаимодействовали вместе с национальным регистром во всех форумных площадках. Подать заявку на участие в конкурсе «Росмолодёжь» гранты могут все, кому от 14 до 35 лет. Рассматриваются проекты любой направленности. В первую очередь важно, чтобы он был актуальным и задрагивал важные сферы. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Всероссийский научно-исследовательский институт крахмала и переработки крахмала, содержащего сырья, отметил большой юбилей. Ведущей агропромышленной и сельскохозяйственной организации страны исполнилось 90-м. Всероссийский научно-исследовательский институт крахмала и переработки крахмала, содержащего сырья, отметил большой юбилей. Ведущей агропромышленной и сельскохозяйственной организации страны исполнилось 90-м. С какими достижениями к этой дате подошёл институт, расскажем в сюжете. Деятельность в НИИ крахмала не останавливается ни на минуту. Даже в свой юбилей сотрудники провели семинар для учёных из передовых научно-исследовательских институтов. Говорили о новых разработках и, конечно, перспективах для дальнейшего сотрудничества. Для участников конференции это важно. Все изобретения, в том числе линия по переработке картофеля на крахмал, проходят здесь все этапы. От идеи до реализации. Но в первую очередь институт занимается разработкой научных проектов. И в советское время, и сейчас его активность не снижается. Те разработки, которые этот институт проводит, вносят свою очень большую лепту в общий объём научных исследований для создания продуктов различной направленности, в том числе создания продуктов, которые могут поддерживать здоровье человека. После завершения семинара работников института и гостей ждал концерт, который состоялся в Красковском культурном центре. Отличившимся сотрудникам вручили награды. Анна Архангельская работает в институте 57 лет. Прошла путь от старшего техника до технолога по переработке. За многолетний труд и профессионализм награждена благодарственным письмом депутата Государственной Думы Николая Васильева. Наш институт – это действительно дом. Дом для нас всех. И по-другому, наверное, никак нельзя. И благодаря нашим руководителям они сохранили этот институт. Они сохранили научный потенциал разработки. Поздравления коллектива звучали от членов Совета Федерации, главы-люберец, депутатов и коллег. Я знаю институт более четверти века, поэтому хорошо знакомы и с продукцией, достижениями института. Они действительно есть. Так держать новых достижений, успехов. Главное – сохранить тот темп, который есть. Здоровья, благополучия всем сотрудникам, их семьям и дальнейших достижений. Спасибо им за труд. Самое главное, чем ценен институт, любой, в принципе, это кадрами, конечно. И мы этим кадрами очень дорожим, ветеранов очень ценим. Ну и, по сути дела, институт благодаря ветеранам и сохранился. И сейчас сохраняет то лицо, те позиции, которые ранее были заложены нашими предыдущими поколениями. С конца 2021 года Институт крахмалопродуктов входит в состав Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха. На предприятии трудится почти 100 человек. В их числе – кандидаты и доктора наук, и один – член-корреспондент РАН. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Уже 10 лет в Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева проходит акция «Наш лес, посади свое дерево». Городской округ постоянно принимает участие в экологическом проекте. И этот год не стал исключением. Одной из самых массовых точек проведения акции стал микрорайон Зени. На улице Вертолетная буквально завалена саженцами деревьев и декоративных кустарников. В новом жилом комплексе не хватает зеленых насаждений. Но с помощью регионального проекта это поправимо. У нас сегодня большая, достаточно серьезная высадка. Здесь запланировано более 100 деревьев и 300 кустарников, благородных пород, взрослых, красивых деревьев. Это липы, это клены, это рябины, декоративные яблони. Ну и, как видите, барбарис, чебушник. В общем, различные совершенно кустарники и деревья. По традиции активное участие в акции приняли дети. Ксения Царькова и Полина Лысенкова – одноклассницы. Пришли сажать деревья вместе. Обе знают, как правильно это делать. Сначала нужно раскопать яму, потом насыпать туда чуть-чуть земли, посадить растения, закопать, чуть-чуть придавить ногой и полить. Меня научил это мой папа, и мы сажали всегда деревья, кустарники на даче с бабушкой. Мое окно выходит сюда, и я всегда в школу, идут через эту дорогу, и буду следить, и место надо будет поливать. Свою лепту в озеленение нового микрорайона внесли и участники СВО. На акцию «Наш лес» защитники пришли со своими семьями. Все вместе дружной командой посадили клен. Это сближает, сплачивает коллектив, народы, людей обычных. Продолжение жизни – это живое все. Участникам экологического проекта присоединился Владимир Волков. Вместе с жителями глава городского округа Люберцы высадил деревья вдоль вертолетной улицы. За несколько минут на этом участке появились новые аллеи. Конечно, дружно, буквально за пять минут огромное дерево высотой пятиметровой было посажено. Это очень приятно, потому что дети, подключаясь к акции, принимая участие в высадке деревьев, конечно же, в последующем будут ухаживать за ними, и этот лес городской будет разрастаться. В этом году акция «Наш лес – посади свое дерево» будет проходить до 30 сентября. За это время зеленый фонд Люберец существенно пополнится. В разных частях городского округа высадят более тысячи деревьев и кустарников. В Люберцах проходит осенняя прививочная кампания. До 1 декабря все желающие могут провакцинироваться от гриппа и пневмонии. Эту услугу бесплатно оказывают во всех поликлиниках городского округа. С теми, кто уже сделал защитный укол, пообщались мои коллеги. На протяжении последних 10 лет Николай Тримаскин регулярно делает прививки от гриппа. Два раза в год. Весной и осенью он вместе с супругой приходит на вакцинацию. В результате сезон вирусных заболеваний проходит мимо них. Ни разу не болели. Мне 81 год прививки делаем ежегодно. Два раза делал от ковида. Правда, переболел первый раз. Два раза делали. Слава Богу. Для жителей городского округа Люберцы доступны две вакцины. Савигрипп и ультрикс-квадри. Обе отечественные и эффективные. Тем, кто ни разу не делал прививку от пневмонии, предлагают сделать укол препаратом «Превинар-13». Уже не один раз наши пациенты, и мы лично сами, как медицинские работники, в первую очередь себя вакцинируем. Очень эффективная вакцина. Заболеваемость гриппа среди привитых и особенно среди медработников очень низкая. Сейчас пока нет еще вспышки заболеваемости. Вот мы готовимся, чтобы ее не допустить. Прийти на вакцинацию можно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Отказать в прививке могут только при наличии медицинских противопоказаний. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Российская писательница Елена Вилена посетила Люберцы. Автор серии книг «Добрые сказки о простых вещах» провела несколько творческих встреч с детьми. На них работали мои коллеги. Я рассказывала сказки своим детям каждый вечер, представляете? Рассказывала, рассказывала. Думаю, я так много сказок рассказала. А не пора ли мне их написать? Так и началась творческая деятельность Елены Вилены. Спонтанная идея переросла в большое дело. Сегодня вместе с ней трудится профессиональная команда. Это издатели, которые помогают выпускать свет произведения автора. И художники, которые с помощью ярких иллюстраций делают книги живыми и интересными. Знаете, художник – это так тонко, это такая большая тема. Это вообще должен быть единомышленник. Очень трудно найти хорошего, подходящего художника. Ну и тем более, знаете, мои художники работают по-настоящему. Кисточкой, карандашиком. Они делают на торшоне, на картоне. Знакомство Елены Валерьевны с люберецкими детьми началось в библиотеке имени Есенина. Навстречу с писателем пришли воспитанники 4-го лицея. Ученики 2-х классов с интересом слушали автора и задавали ей вопросы. Очень понравилась встреча, как пишут рисунки, рисуют. Особенно книга про карандаш и ластик. Я очень хочу взять эту книгу и почитать ее. Я узнал, что, как писать книги, как это согрошено. Мне очень было бы интересно прочитать эти сказки. Под таким же впечатлением остались учащиеся 5-й гимназии. Елена Вилена встретила с ними в библиотеке «Бригантина». Автор детских сказок также рассказала ребятам о своем творчестве и о героях произведений. Моя первая книжка, вернее история, которую я записала, это история о фонаре. Как он светил-светил, а потом ему голову закрались грустные мысли. А зачем это мне светить и почему он взял и погас? Творческая турне Елены Вилены по городскому округу Люберца продолжилась в детской больнице. Писательница подарила стационарному отделению Московского областного центра охраны материнства и детства несколько своих книг. Теперь добрые сказки о простых вещах помогут скрасить будни маленьких пациентов. О любом предмете могу написать книгу. Ну, например, вот здесь сказка о розе, здесь сказка о легкомысленной соломенной шляпке, которой она всегда хотела куда-то улететь и попутешествовать. Книги Елены Вилены носят познавательный характер. На данный момент в копилке автора более 40 сказок, рассказывающих о самых простых вещах. Каждый предмет – герой отдельной книги, которая имеет свой характер и попадает в приключения. За произведение для детей и юношества российская писательница удостойна звание лауреата Международной литературной премии имени Ершова. В музейно-выставочном комплексе прошла выставка масштабных моделей танков и стрелкового оружия. Образцы военной техники изготовили воспитанники и педагоги Дворца детского и юношеского творчества. Они же и рассказали нашей съемочной группе о своих работах. Особенность данного танка – дизельный двигатель мощностью 500 л.с. модификаций, 600 л.с. и имел противоснарядное бронирование в лбу 110 мм. Модель танка КВ-1, который считался лучшим во время Великой Отечественной войны, Максим Лошин собрал за два часа. Создавать маленькие копии военной техники мальчик научился во Дворце детского и юношеского творчества. Сегодня под руководством полковника в запасе Виктора Падалки кружок масштабного моделирования посещают около 20 детей. С детьми мы изучаем особенности конструкции бронетанковых образцов как отечественной, так и западной техники. Стрелковое оружие, боевое применение, историю создания. Все масштабные модели выполняются в масштабе 1 к 16. Закупаются уже готовые детали для сборки моделей. Где под моим руководством, где с помощью детей ранее обучаемых, маленьким оказывают помощь, модели, тематические модели собираются. На выставке представлены советские и немецкие танки, которые принимали участие в сражениях с 1941 по 1945 годы, а также современная техника и оружие, задействованные в зоне специальной военной операции. Легендарный танк Т-72 с оружием с пушкой в 125 мм, с бронированием в 300 мм, с механизмом заряжания, дизельным двигателем, с высокими показателями подвижности. Эта выставка передвижная. Представители Дворца детского и юношеского творчества будут проводить ее в школах и объектах дополнительного образования городского округа Люберцы. А для тех, кто хочет научиться создавать такие же модели, открыта запись на госуслугах. Луиза Игязырян, Сергей Квоздев, телеканал ЛРТ. Победительницей конкурса «Люберецкая супербабушка» в этом году стала Светлана Меньшикова. Справиться со всеми испытаниями помогла поддержка семьи и друзей. В день празднования 403-я Люберец ей вручили главный приз. На днях Люберчанка осуществила свою большую мечту. Тему продолжит наш корреспондент. Меньшикову, Светлана! Ваши аплодисменты, дорогие друзья! И она получает главный приз! К этому событию конкурсантки шли долгих 4 месяца. Чтобы стать лучшей из лучших, нужно было успешно пройти ряд испытаний. Проявить вокальные и танцевальные способности, пройти спортивные испытания, конкурс дефиле и кулинарный поединок. Мы очень сильно за нее болеем и очень хотим, чтобы она победила. Она у нас самая классная, самая лучшая! Светлана Меньшикова обожает готовить, особенно для любимых внуков. Победа в «Люберецкой супербабушке» подарила ей возможность осуществить давнюю мечту – совершить путешествие в мир шоколада. Дмитрий и Владислав, как и все дети, обожают сладости. Но как и из чего их делают, всегда было загадкой. Шоколад у нас делается с какао-бопом. Какао-бопы перерабатывается, получается у нас какао тертое, какао масло и какао порошок. С этих ингредиентов у нас получается темный шоколад. А кто-то любит у нас еще и сладкий шоколад, и молочный шоколад. Поэтому мы сюда еще добавляем сахар, сухое молоко. В процессе конширования в этих двухтонных чанах ингредиенты перемешиваются до получения однородной массы. Затем теплый шоколад по трубам перетекает в цех, где рождаются знакомые для всех плитки шоколада разных вкусов. Упаковывается шоколад во флоупак, то есть при помощи ножей, которые нагреваются на температуре 200 градусов. Они плавят у нас саму пленочку, и шоколад упаковывается. После экскурсии по производству гостям предложили поучаствовать в изготовлении шоколадных конфет своими руками. Процесс творческий и очень увлекательный. Большая мечта у меня была, вот именно посмотреть, как шоколад производится на производстве. Так было интересно. И ребятишки мне это хотели. А сейчас вот нас пригласили, тем более на мастер-класс, это вообще супер. Вы не представляете, наверное, наша мечта сбылась, да? Да. Мне очень понравилось, я узнала много всего нового, какие виды шоколада бывают. Я не знала, что шоколад бывает жидким, но он бывает с разными вкусами. Конфеты, сделанные Светланы Меншиковой и её внуками, готовы. Их упаковали и вручили гостям. Путешествие семьи Люберецкой супербабушки в шоколадную страну подошло к концу. Но они сюда обязательно вернутся. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В музейно-выставочном комплексе проходит интерактивная выставка «Изобретение Леонардо да Винчи». На ней представлены более 50 различных устройств от простейших до сложных летательных аппаратов и машин, а также фоторепродукции картин великого художника. Наша съёмочная группа присоединилась к самой первой экскурсии. Леонардо да Винчи нарисовал на простом листике бумаги, математически рассчитал, какого размера должен быть простой купол. И это, конечно, всё было убрано куда? Опять в стол. Никто этого не видел. Одно из изобретений Леонардо да Винчи спасательный парашют опробовали на деле лишь в 2000 году. Аппарат, сконструированный по чертежам великого учёного, сделанным ещё в 15 веке, показал свою эффективность. Это уникальный гений, который рассчитал всё идеально. Титана эпохи Возрождения не стало 500 лет назад, но он оставил после себя огромное культурное наследие – более 6 тысяч рукописей и картин. Изучив и переработав чертежи Леонардо да Винчи, российские учёные с точностью воссоздали машины и аппараты, изобретённые гением. И в зале музейно-выставочного комплекса представлены самые интересные модели. Вообще такие выставки в мире существует, их много. И они пользуются колоссальным успехом, потому что любой человек в любой стране, вообще любой человек, он должен как-то подтянуться до уровня Леонардо, хотя бы что-то сделать в этой жизни. Он был не просто художник, он был скульптор, он был математик, он был физик, он был химик. Любую науку, какую взять, он просто постиг. При том, что мальчик, он незаконно рожденный, не имел права учиться. Он просто абсолютный самоучка во всём. Мне очень понравилась выставка, всё очень интересно. Мне больше понравился парашют. Очень интересно, как это придумали люди, что не побоялся один человек это испытать. Все экспонаты, представленные на этой выставке, действующие, сопровождаются специальными пояснительными текстами и стендами с подборкой научных материалов. Познакомиться с изобретениями Леонардо да Винчи в Люберецком музее можно до 12 ноября. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Пленэр на свежем воздухе, выставка картин, ярмарка и мастер-классы. Центральный парк Люберец на один день стал большой творческой площадкой. Там состоялся фестиваль «Живописный парк», который собрал гостей со всего городского округа. Вокруг малой сцены Центрального парка начинается подготовка к фестивалю. Организаторы заняты выставкой картин «Сады мира» и оформлением пространства. У тематической фотозоны и инсталляции гости праздника уже делают первые снимки. Программа фестиваля насыщена и рассчитана на любой возраст. Мы всегда рады в наших Люберецких парках видеть всех жителей Люберецкого района. Мы очень любим деток, которые приходят к нам на программы. Всегда стараемся создать им какие-то интересные, веселые, занимательные и также развивающие мастер-классы, программы, где можно чему-то научиться и просто повеселиться и отдохнуть. На площадке проведения фестиваля работает ярмарка, где можно приобрести сувениры, а также продовольственные товары. Елена Горбунова приехала из Раменского. Привезла мягкие игрушки, которые связала своими руками. Это плюшевая пряжа. Турецкая пряжа, плюшевая, гипоаллергенная, наполнитель холофабер. Но популярны лягушки сейчас и капибары. Возможно, какой-то тренд появился у детей. Все желающие могли принять участие в экологической акции по сбору крышек. Гостей фестиваля ждала музыкальная программа с артистами из городского округа Люберцы и Москвы. Творческие мастер-классы, а также арт-завтрак с искусствоведами. Уиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Юные воспитанники спортивного клуба «Поединок» вернулись в Люберцы с высокими наградами. На этот раз свое мастерство они продемонстрировали на всероссийских соревнованиях и Кубке мира по джиу-джитсу. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Джиу-джитсу относят к наиболее древним видам японской борьбы. Это система самообороны и боевое искусство, в основе которого лежит борьба. Каждая тренировка начинается с разминки. Бег, акробатические элементы, растяжка и упражнения для разогрева тела. Главный принцип – это мягкое искусство. Использовать промахи и заставлять промахиваться противника, пока он не окажется в невыгодной для себя ситуации, и проатаковать, чтобы закончить весь бой. Прежде всего джиу-джитс объединяет в себе и ударную технику, и бросковую, и борьбу в партере. Но это, наверное, не главное, потому что оно учит ставить цель ее добиваться. Последние месяцы для воспитанников клуба «Поединок» были щедры на награды. Летом спортсмены завоевали призовые места на сборах в Тверской и Калужской областях. В середине сентября вернулись из Анапы, где проходили 15-й Всероссийские юношеские игры боевых искусств. В дисциплине «Неваза» – борьба лёжа. Юрий Жарков стал чемпионом. Мне такого результата удалось добиться благодаря тренировкам. Надо хорошо слушать тренера. И благодаря родителям, которые меня привели и поддерживали. Настрой боевой буду продолжать заниматься. Пару разбиваемся. Сейчас борьба по правилам джиу-джитсу до партера. 10 секунд партера вставили. Понятно, да? Александр Капанёв занимается джиу-джитсу два года. Этот вид спорта привлек силой, ловкостью и ударной техникой. Летом Люберчанин в составе сборной команды России участвовал в Кубке мира по джиу-джитсу среди спортсменов до 14 лет. В соревнованиях своё мастерство проявили почти тысячи человек. В категории до 50 килограммов Александр Капанёв стал бронзовым призёром. Было очень классно. Нас очень хорошо встретили. Судейство хорошее. Всё хорошо было. Ну вот, вышел на татаме, занял третье место. В полуфинале проиграл. Проиграл, наверное, потому что не хотел ловкости и силы. Так что буду тренироваться, чтобы выступить в следующий раз лучше. Другой Люберецкий спортсмен Роман Чуфисов на Кубке мира, который проходил в конце августа в Казахстане, завоевал серебро. Это мой первый опыт вообще на Кубке мира. Я очень волновался. Очень хорошо готовился. Мы переходили в часовой пояс. К сожалению, в финальной схватке мне очень переволновался. Ну, без техники работал. То есть сил у меня было много, но техники ноль из-за этого. Из-за того, что я плохо слышал тренера. Спортклуб «Поединок» работает в Малаховке семь лет. Джиу-джитсу занимаются почти сто человек. Двое уже выполнили нормативы кандидата в мастера спорта. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания.